В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное девятое заседание. Народные избранники рассмотрели изменения в областной бюджет, в который поступило дополнительно около 10 миллиардов рублей, а также заслушали отчет руководителя регионального ОВД. 5 миллиардов – это федеральная поддержка. Значительная доля финансовой помощи – 3,5 миллиарда рублей – предоставляется в форме дотации из федерального бюджета. Собственная часть областного бюджета также вырастет более чем на 4 миллиарда рублей. Деньги направят на важные отрасли. Прежде всего, конечно, в такие социально значимые отрасли, как просвещение и образование. Это и ремонты образовательных учреждений, и приобретение оборудования. Что касается другой нашей достаточно проблемной сферы – сферы жилищно-коммунального хозяйства, более 400 миллионов рублей будет направлено на ремонт и обеспечение водоснабжения в муниципальных образованиях. Один миллиард рублей направят на индексацию заработных плат ульяновским работникам бюджетной сферы. Еще миллиард рублей – Министерство здравоохранения, на ремонт больниц и поликлиник. Также радует то, что сегодня мы рассматриваем вопрос по увеличению финансирования проекта в поддержке местных инициатив на 77 миллионов рублей, что позволит профинансировать львиную долю народных инициатив, которые в прошлом году население выбрало для реализации на территории Ульяновской области. Кроме этого, деньги запланированы на развитие отраслей ЖКХ, транспорта и сельского хозяйства. Таким образом, прогнозы по оценке бюджета, сделанные еще в середине прошлого года, оправдались. Благодаря новым поступлениям, консолидированный бюджет региона приблизился к 100 миллиардам рублей. Так на самом деле оно и происходит. По расходам это будет приблизительно 97 миллиардов, по доходам 95,6. То есть с дефицитом 1,7 миллиарда. Я думаю, дефицит как раз в таком объеме, в таком размере, который допускает бюджетный кодекс. А с другой стороны, бюджетный дефицит всегда стимулирует органы государственной власти, не только финансовые органы, но и весь управленческий аппарат для того, чтобы работать более эффективно. На заседании парламентарии заслушали и приняли отчет Максима Петрушина, начальника УМВД России по Ульяновской области, об итогах работы за 2023 год. Изменения в бюджет региона были приняты в двух чтениях.